Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача по детству Одинцовской ЦРБ, и Моисеенко Наталья Васильевна, врач-педиатр отделения организованного детства Одинцовской Центральной районной больницы. Здравствуйте! Собрались мы с вами в мини, случайно начинается новый учебный год и в огромном количестве. Просто тысячи мальчишек и девчонок идут не только в школы, но и в детские сады. И сегодня поговорим о том, как родителям подготовить своего ребенка в школу, чтобы он меньше болел, а лучше, конечно же, вообще не обращался за помощью к специалистам и не болел, а только учился и получал позитивные эмоции. Нина Павловна. Ну, мы хотим поздравить всех родителей, всех деток. Мы хотим им пожелать в новом учебном году здоровья, чтобы это здоровье было, и чтобы оно в течение всего года не шло у нас с вами на убыль, а наоборот детки посещали каждый день эти занятия и приходили с этих занятий, либо с детского сада здоровыми, веселыми, не уставшими. Мы рекомендуем уже, конечно, вот сегодня 31 число, да, но хотя бы это было бы за 10 дней до поступления в дошкольные учреждения и в образовательные учреждения подготовить детей. То есть должен быть режим определенный дня, когда детки должны ложиться не позже 10 часов вечера, они должны пить витамины. Вот Наталья Васильевна сейчас полностью расскажет, какие витаминки, да, необходимы для малышей, что детки должны обязательно гулять, чтобы обязательно у них был режим дня, чтобы родители обязательно следили за тем, в какой одежде они отправляют, в частности, малышей в детские сады, да, как он должен быть одет. То есть это родители должны были сделать еще хотя бы за 2 недели до поступления в эти образовательные учреждения. Мы им напомним сейчас, как это нужно сделать хотя бы в первые дни. Ну, может быть, кто-то вернулся позже, завершался на море или у бабушки в деревне. И поэтому мы думаем, что услышав наши рекомендации, они воспользуются этими рекомендациями, и все будет нормально. Этот год мы начнем с более низкими показателями по заболеваемости, и детки начнут посещать детские учреждения более организованно и более активно. Наталья Васильевна, так что же необходимо делать или что необходимо подготовить родителям, чтобы их детки в новом учебном году меньше болели? Ну, прежде всего, конечно, я тоже поздравляю и надеюсь, что все эти наши рекомендации будут приняты максимально и принесут свои результаты и пользу. Ну, я рекомендую начать, конечно, с режима дня. Это не очень адекватного, подобранного, индивидуально у каждого ребенка, но самые простые вещи, самые простые советы – это сон ребенка. То есть нужно будет перед школой подготовить, Книна Павловна сказала, хотя бы за 10 дней начинать. Если нет, то уже сегодня уложить ребенка пораньше спать, уложить с хорошими на завтра планами, да, то есть ребенку сказать ласковых слов побольше, да, то есть окружить его любовью, настроить на будущий рабочий день. Значит, утро должно быть все планируемо, с настроением. То есть не за 15 минут выбегаем из дома, а все-таки заблаговременно заводим будильник, встаем, наверное, сначала взрослые. Взрослые, конечно, да, и взрослые должны у себя в голове однозначно все продумать, как этот день будет у них запланирован, потому что такой день, он очень важен, да, он эмоционально насыщен, и он пронесется у детей через всю жизнь, да, этот запоминающийся такой день. Вот, ну и последующие дни они, конечно, для ребенка мимо не проходят, поэтому максимально, конечно, чтобы ребенок себя чувствовал хорошо, он и физически должен себя чувствовать хорошо. Ну, что могу сказать? По поводу режима дня немаловажно, как ребенок кушает, да, чем вы его накормите, как он будет. С утра обязательно горячий завтрак, да, то есть можно ребенка полакомить то, что он любит, да, для поднятия настроения такого эмоционального. А вот все-таки стоит ли кормить ребенка дома, сейчас прям перебью, да, на минутку, стоит ли кормить ребенка дома, или все-таки сделать это в школе организованно, или в детском саду, или вот что считают специалисты? Я считаю, что предложить ребенку привычный его завтрак, да, а в школе он обязательно тоже получит, но в школе, исходя из того, что он будет проходить адаптационный период, даже детки, которые уже ходили в школу, в сады, они после перерыва, в любом случае, они должны адаптироваться. Эти 2-3 недели ребенку максимально предложить домашние условия, да, то есть завтракать он должен. Тоже кашу, да, тоже кисломолочные йогурты, да, ребенку горячее питье, тоже какао, там, молоко, чай, предложить ребенку обязательно нужно. Поэтому, конечно. А там уже как он где захочет позавтракать? Да, потому что, да, многие детки в школах всегда предложен будет и завтрак, да, горячий завтрак, и там и обед будет, потому что с первых дней занятий будет все максимально для детей. Мы часто общаемся с родителями, и часто возникает проблема, что дети отказываются от питания в школе. Они родителям, конечно же, говорят, что да, мама, я все скушал, но, как выясняется позже, это совершенно не совпадает с действительностью. И когда учитель уже говорит, почему ваш ребенок не ест, и сегодня он не ел, и снова завтра он не отказывается от еды, здесь уже перед родителями стоит дилемма, все-таки заставлять его есть в школе или как-то, может быть, перевести на какое-то другое питание. Вот что делать в этом случае? Еда должна быть в удовольствии, заставлять ребенка не нужно, да, то есть с ним нужно проводить беседы, да, то есть завтраки у многих детей, как бы должны быть завтраки и последующие приемы пищи в течение дня, они должны быть проговариваемые мамой, да, что это о их важности, о полезности, вот, поэтому и педагоги в таком же ключе работают, да, и мы медики, да, я зачастую прихожу на прием пищи детей, да, то есть это вот все в беседе, все в таких вот как бы эмоциональных таких окрашенных, что каша полезна, надо кушать, да. И детям всегда в школе предлагают на выбор, да, не хочет ребенок какой-либо, один продукт предложит, другой, это однозначно, поэтому ребенка дома кормить обязательно и в школе беседовать на том, чтобы он тоже кушал. Но все-таки не просто так и не случайно составляется меню для школьных и школьных учреждений, то есть все это сбалансировано и под контролем медицинского персонала. Обязательно, да, 10-дневное утвержденное меню максимально адаптировано к детскому питанию, сбалансировано по витаминам, макро, микроэлементам, да, подобраны углеводы, все эти жиры, белки, поэтому все просчитано вот едой, если ребенок будет потреблять хотя бы вот завтрак, обед, да, то есть он будет обеспечен полностью всем набором. Ну, Елена Павловна, все образовательные учреждения, во всех образовательных учреждениях находятся медицинские кабинеты и ваши сотрудники в постоянном режиме работают с детьми, то есть если это детский сад, то это обязательный утренний обход всех групп и всех детей, да? Обязательно, обязательно. Еще какие нагрузки, какая нагрузка лежит на этом медицинском персонале? С 1 сентября совместно с управлением образования, управлением здравоохранения всей Московской области, я думаю, может быть и России, я вот знаю, что-то конкретно это будет в Московской области, в нашем Одинцовском районе, созданы утренние фильтры для детей дошкольных учреждений, где медик будет обязательно присутствовать при приеме ребенка в дошкольные учреждения. Обязательно осмотр ребенка, обязательно справка от педиатра о том, что этот ребенок осмотрен, о том, что сданы у него анализы, соскопный энтеробиоз, кал на яйцеглистов и с этими результатами, с этими документами ребенок уже начинает посещать дошкольные учреждения. С учетом того, что была вспышка инфекции в той же Турции, да, с южных районов нашей России, детки приезжали вот с этим вирусом Коксаки, то есть у нас настороженность есть, обстановка в районе благоприятная, вспышки инфекции в каких-либо дошкольных учреждениях за лето у нас не было. И поэтому настороженность есть, и чтобы в дальнейшем такая же ситуация оставалась, поэтому вот для этого созданы эти ультра-утренние фильтры, где медработники будут осматривать всех деток. То же самое. Конечно, не будет такого, что при встрече детей в школах будут стоять медработники, но медработники в школах будут обязательно обходить классы, обязательно будут осматривать детей, да, то есть обязательно они их будут осматривать как на педикулез, да, они обязательно будут проверять у них справки для того, чтобы ребенок посещал уроки физкультуры, да. Мы обязательно говорим, что у ребенка должна быть справка, какая у него группа здоровья, какая у него физкультурная группа. Это все заносится в журнал школьный, да, и детки с учетом вот этих вот групп, физкультурных групп, они получают дозированную физическую нагрузку. Какая еще обязанность у медработников? Обязательно осмотр ребенка, обязательно, если это необходимо, термометрия, обязательно ознакомление с прививочным календарем ребенка, какие у него прививки. Опять же, начинается у нас осень, и мы уже начали, у нас началась компания по вакцинации детей гриппом, мы у нас получились, мы из Минздрава эту вакцину, и мы говорим, что теперь, деток, вот сейчас пройдет две недели, и мы потихоньку начнем прививать детей от гриппа, да, это в организованных коллективах. Сейчас в поликлинике эта компания уже идет, да, то есть вот каждый доктор должен просмотреть карту по каждому учебному классу, или же по каждой группе в детском саду, и определить, кому нужно сделать какую вакцину, что, какая вакцина должна идти первая, там, корь, которая сейчас тоже есть, вспышка этой инфекции в Московской области, да, либо же это будет грипп, прививка от гриппа. То есть работы у этих докторов очень много, ответственность это очень большая на них, а этих дошкольных учреждений в Одинцовской ЦРБ, у нас их много, у нас много школ, у нас много детских садов, в этом году открывается очень красивая лесногородская школа, в которой у нас там тоже есть медицинский кабинет, очень красивый, мы рады, что дети вот с лесногородского поселения, они войдут в эту красивую школу, то есть нам нужно будет организовать там работу. То есть работы очень много, и эти люди, которые работают в этих учреждениях, они очень много, конечно, сил тратят на то, чтобы никаких нарушений эпидрежима не возникало в тех или иных организованных коллективах. То, что касается вакцинации и календаря прививок, все это делается в согласии родителей и с их уведомлением. Обязательно. Обязательно. Вот Наталья Васильевна правильно говорит о том, что когда ребенок приходит в школу и просмотрев все журналы и увидев 63-я форма, в которых вносится весь прививочный календарь того или иного ребенка, доктор решает, какую вакцинацию ребенку нужно сделать. Вот в этом году, в начале сентября у нас будет обязательно с уведомлением родителей о том, что необходимо, если ребенок не привит от кори или у него не сделана по той или иной причине ревакцинация, родителям обязательно дается уведомление о том, что этого ребенка необходимо привить. И количество медотводов от этих прививок сейчас пересмотрены, они ужесточены. То есть вот здесь могут родители отказаться, это их право. То есть мы здесь можем только словом убеждать их прививать или не прививать ребенка. А медотводы, которые дают медработники, это их очень мало. То есть это или же какие-то тяжелые заболевания той или иной системы, нервной, эндокринной какой-то системы, это болезнь ребенка, острый период, когда мы не можем сделать. А так мы считаем, что от этого заболевания, в частности от кори, мы должны привить обязательно. Потому что вот в этом году летом была вспышка инфекции, когда заболело 50 человек по всей Московской области. В нашем районе мы попали в... вспышка этой инфекции у нас была в Голицыно, в Звенигороде, у нас была в Ершово эта была инфекция. И источниками этой инфекции были цыгане, которые абсолютно не привитые. Ни один человек из этих 50 не был привит. Все другие, вот детки, там была вспышка инфекции в Люберецкой больнице. И детки, которые находились в контакте и были привиты, никто из них не заболел. То есть прививаться от данного заболевания, мы считаем, что это нужно обязательно. И родителей мы убедительно просим это сделать. Потому что как бы мы не говорим, что корь протекает, мы научились ее лечить, мы научились проводить противоэпидемические какие-то мероприятия. Но тем не менее, чем меньше ребенок у нас болеет, тем лучше. Тем меньше мы получаем каких-либо осложнений в дальнейшем. Поэтому просим, 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 просим. Ну и, наверное, все-таки, если родители сомневаются, они всегда могут лишний раз обратиться за консультацией. Лишний раз не будет. Я имею в виду к медицинскому работнику, прийти к педиатру. То есть если у них есть сомнения ставить ту или иную вакцину или не ставить, все-таки, наверное, стоит поговорить сначала со специалистом, прежде чем принимать такое решение, которое может в будущем негативно отразиться на здоровье семьи, здоровье ребенка, безусловно. Наталья Васильевна, какие еще рекомендации Вы бы дали нашим уважаемым родителям? Я бы, конечно, посоветовала детям, помимо того, что мы сбалансированно кормим детей, и, конечно, предложить тот же комплекс витаминотерапии, обогащенный макро-микроэлементами, которые поможут ребенку легче переносить и нагрузки умственного характера, и физические нагрузки. Поэтому линейка широкая, широкий спектр витаминов, которые могут выбрать родители. Некоторые детки могут посоветоваться своим участковым педиатрам по индивидуальной рекомендации. Значит, что еще хочу сказать. Балансированно питаем, витамины предлагаем. Всегда нужно чередовать режим труда и отдыха. То есть детям, они еще находятся летом, у них еще такое настроение ветреное. Но в любом случае мы это поддерживаем. Ребенку предлагаем теплую погоду на улице. То есть нужно будет и прогулки, то есть такие активности еще проявлять, напитываться этими днями солнца, конечно. Что еще могу сказать? Значит, помимо прогулок, в детей уже загружаем мы постепенно. Мы можем участвовать в этом процессе, особенно первоклассники. То есть мы должны помочь им и собрать и портфель, и построить планы на будущие дни. То есть пообщаться с ребенком, непосредственный контакт. Дети, проходящие адаптацию, вот эти 2-3 недели, это настолько важно. Не только физическое состояние, но и психоэмоциональное. Ребенку должны мы обязательно рассказать о том, как это все интересно, насколько это ему познавательно. То есть вот в диалоге быть постоянным с малышом. Нина Павловна, ну и, наверное, не забывать про прогулки. Мы не устоим это повторять из программы в программу. Потому что очень многие родители, сказываясь на занятости, ну как-то иногда прогуливают прогулки. Оставляют их на второй план. У нас это лето было, конечно, не солнечное. Не самое теплое. Да, не самое теплое. Поэтому вот ко всем тем рекомендациям, которые сказала Наталья Васильевна, я считаю, что и для родителей, и для детей всех возрастов нам не хватает с вами витамина радости. А витамин радости – это витамин D3. Поэтому мы должны этот витамин включить в свой рацион обязательно. А витамин D3 мы с вами можем получить, гуляя на улице. Ультрафиолет, солнышко, которое поступает через кожу, он вырабатывается в свой собственный эндоген, и витамин D3. И тем самым у нас будет с вами улучшаться настроение, мы будем более спокойные. У нас не будет с вами какой-то агрессии. Мы будем более сдержаны. У нас детки будут вести себя очень спокойно, видя о том, что родители тоже спокойны, они уверены в себе, они больше улыбаются. Будет хорошая обстановка в доме. Первоклассники будут получать все пятерки или там улыбки, солнышки, как ставят наши педагоги. Детки в детских садах будут радостные, счастливые. У нас сейчас столько много детских садов открылось в районе. И поэтому все будет хорошо. Самое главное, все должно идти с позитивом. Никаких не должно быть, все это через какое-то усилие, все через какие-то трудности. Все должно быть так, как должно быть. Спокойно, мирно, с витаминами, с прогулками, с хорошим питанием. Обязательно сделав прививки. И этот год мы начнем с вами, так же хорошо его закончим. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. С начала нового учебного года вас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова